Михаил, добрый день. Добрый день. Ну, вечер уже. Как тебя представлять? Аналитик, управляющий эксперт? Аналитик Милтрейд. Да, в данный момент. Ну что, давай обсудим, что нам эта женщина страшная из ФРС, как ее там. Елен. Да, Елен. Что она несет нам на крыльях? Ой, я не знаю, что она несет на крыльях, если честно, но она будет все равно заложником той ситуации, которая в текущий момент сложилась. У нее просто нет выбора. Если что-то она может сама принести, это будет не раньше 2015 года. Потому что она не может, скажем так, проявить себя в полном смысле слова. Она все равно будет в русле той политики, которая сложилась. И тем более сам ФРС уже не может управлять сам собой. Я уверен, что ФРС хочет, он видит риски разрастания баланса, он видит риски выхода из мягкой интернет-политики, да, видит риски того, как эти деньги в итоге изъять. Но ничего сделать он не может, потому что он финансирует казначейство, у него просто выбора нет. Ах, это я вспомнил. Не важно по этому, кто будет. Бернанке, Елене, и все будет. Вспомнил, мы с тобой в метро ролик снимали, и ты говорил, что доллар рухнет до конца года. А он уже полтора месяца остался. Да, империя сопротивляется, и как бы прыть у них есть. Но то, что движение капитала пошло из США, это в принципе заметно весь 2013 год. Я не знаю, сколько у них прочности, да, скажем так. То есть нельзя печатать валюту, при этом иметь чистый вывод средств из Соединенных Штатов, и при этом, чтобы валюта осталась достаточно крепкой. Да, сейчас у них пока это получается, но насколько долго это продолжится, я... То есть, да, спекулятивно какие-то цели, сейчас доллар провалился до этого, сейчас он отработал вверх, сделал как бы такое возвратное движение, но перетоки капиталов от этого всего не поменяются. В Штаты деньги так, как они раньше шли, они уже не идут. Люди все же видят то, что происходит, да, и фондовый рынок у них растет. По сути, выход из денег большой идет. Это ничего не меняет. Понятно. Ну и валютный курс, значит, ты сейчас сторонник евро? Я сторонник евро, потому что в Европу пошел капитал, ну то есть, да, понятно, спекулянты сейчас навалили после бурного роста до этого, да, но от этого приток денег в Европу не уменьшится, да, то есть евро-то падал. Почему? Потому что капитал выходил из Европы просто массово, бежал из облигаций европейских, бежал, скажем так, просто из евро вообще в целом еврозоны, да, то есть не имеется в виду валюты как бумажка. А именно европейские активы очень сильно продавали. Сейчас капитал идет в Европу, как бы возвращается, да, и от того, что ЕЦБ снизил ставку, я не вижу проблемы, скажем так, для евро в таком глобальном плане, потому что это не сменит розу ветров движения. А любой приток капитала, который идет в Европу, это, естественно, покупки евро. Конечно, спекулянты дергают график туда-сюда, но в целом тенденцию они переломить пока не могут. То, что ЕЦБ, допустим, сейчас подняет ставку, это, конечно, хорошо для Европы в целом экономики, да, это может быть чуть-чуть сбавит, скажем так, напряжение, которое там существовало. Это, наоборот, может еще, скажем, подстегнуть просто евро. Ну, именно подстегнуть привлекательность еврозоны, да, а от этого будут покупки евро долгосрочными товарищами. Понятно, а ты сейчас торгуешь на рынке? Ну, я приторговываю, но, как бы, сейчас я не занимаю именно активную вот такую торговлю. То есть, Рейси год назад меня золото хорошо так показало, я все же, ну, потихонечку, помаленечку, но, скажем так, на полный газ пока я не живу. А ты знаешь, что будет дальше с рынками? С рынками какими? Фондовый рынок, допустим, наш очень дешевый, сильно ниже пока я его не вижу, да, мы пока просто тупо находимся в боковике два года. Ну, спасибо, что ты мне это рассказал. Ну, нет, это все понимают сейчас, да, причина очень проста. Когда внутренние деньги разогреваются, мы ползем вверх, да, на внешнем фоне. Когда идет пессимизм, мы падаем, да, выйти вверх мы не можем, потому что притока денег в наш рынок просто нет. Без западных денег мы внутренней своей ликвидностью разогнать просто не можем, какие бы у нас розовые очки там не были. Вот, и причина тут даже не во фьючерсах, да, а причина в спотовом рынке, потому что в спотовом рынке, по сути, лежит. Ну, я как-то писал о том, что, ну, как бы, у нас, скажем так, если брать по отраслям, делать разбивку российского рынка, да, то все вполне адекватно стоит. Электроэнергетика валяется в полу не потому, что там просто даже деньги к нам не идут, потому что инвесторы обожглись электроэнергетику, да, и поэтому все они лежат в полу. Грубо говоря, сколько там, больше триллиона рублей вся эта реформа рауя заняла, скажем так, привлекла денег, да, и что у нас от этого стало больше электростанций строить, какие-то... Михаил, я твой пафос понимаю, я сам делаю кашку на уровне восьмого года сегодня, я пафос вы кляну, а вот ты думаешь на ралли будет или не будет? Новогодние? Возможно, могут, но только не спекулятивные деньги. Но именно вот такого глобального пока я не вижу. Ну, как я и говорил, электроэнергетика лежит, а Сбербанк стоит, в принципе, адекватно при этом. А вот сегодня Морган Стану повысил оценку Газпрома на 30 процентов. С Газпромом, я не знаю, Сланцевый газ шагает по планете, плюс Газпром продолжается, проявляется унипер, то есть непонятно, что будет дальше с ним. Поэтому, как бы, я бы чуть-то опасался его на месте, допустим, больших фондов, потому что неопределенность по нему очень сильно настораживает, да, может, он и дешевый, но как-то вот... Слушай, мне хочется тебя немножко прижать, потому что я сам сегодня написал, что будет ралли двойное, два раза, а ты говоришь, вполне может быть. Ну, елки-палки, в рамках... Нет, если мы возьмем, я не помню, сколько там предыдущая вершина была РТС, да, ну, до той вершины мы можем дойти. То есть, ну, мы не прорвемся, вот, имеется ввиду, на новые уровни, там, 1800, в районе 2000, туда мы не пойдем. Ну, 1600 можем, почему бы и нет. Но это, опять же, это в рамках боковика вот этого двухлетнего. Ну, это будет ли это ралли, можно ли назвать, грубо говоря, возврат тех позиций, которые были в 2011 году, это будет ли это ралли или не будет? А вот сможем ли мы выйти выше 2011 года, это очень большой вопрос. Мы пока зажаты, 1200 и хаи 2011 года. Ты какие-то акции сейчас отругал уже, энергетику отругал, «Газпром» там немножко уже легнул. А какие акции-то хорошие? Ну, хорошие акции, может, в третьем и втором эшелоне можно поискать. Блин, ну ты чего? Ну, это такое, это, знаете, это покупки на долгие годы. То есть на пять лет, на три. Мне всегда нравились мотовелихинские заводы. Ну, года два уже нравятся. Потому что, ну, это оборонка. Наши оборонки, видимо, будут все равно, вот, скажем так, пенсионеры порежут, но на оборонку будут трогать. Ну, то, что касается именно ВПК, но таких бумаг сейчас, к сожалению, не так уж много осталось. Потому что они все почему-то вышли. Были там раньше вертолетные заводы, да, они тоже как бы уже не игроки большие. Лакомые куски просто из рынка ушли. В принципе, это и ошибка, во-первых, наших властимущих. То, что, ну, как бы, много компаний провело IPO, ну, как бы, не IPO, а вышло на западные рынки, тот же «Русал», примерно, да. Ну, правда, не совсем западный, но, тем не менее, да. То есть ликвидность, которую люди хотели бы купить «Русал», они теперь могут торговать спокойно там. В наш огород деньги не заходят. Вот. То, что изъяли достаточно много бумаг из, скажем, рынка просто, ну, вот. Были компании, которые небольшие, да, но их просто нету. Ну, как бы, их, по сути, они стали не таковы. Какая причёность, что у нас тут первично будет боковое движение? Ну, нет, на наш этот может прийти праздник, но я думаю, что не в ближайшее время. Ну, скажем так, в рынок ММВБ вот именно рассчитывать на какой-то большой рост я бы не стал. А вот рынок РТС может подрасти. Но это, опять же, за счёт унесценения доллара. Но доллар пока стоит, поэтому РТС не... Скажем, в Штатах акции покупают, да, потому что там идёт уход из денег. Но доллар пока стоит. Вот S&P делает хаи почему? Потому что рынок американский, он пытается опередить события, как часто делают рынки, да, и он уже закладывает деньги, которые, скажем так, то, что будет там через год-два, возможно, да. То есть, если вы там большой фонд, то вы можете там, допустим, ну, и хотите купить много акций, да, то вы можете входить в рынок там год. Да, и вот поэтому вот эти большие товарищи начали просто входить в рынок за год. Потому что у них есть свои там прогнозы, расчёты, да, и они всё равно считают, что доллар при такой политике будет слабым. Вот. Но доллар ещё пока не обесценивается, потому что нет вот этого... Да, отток капитала пошёл, но он каким-то чудным образом пока держится. Потому что, если уже империя, это как бы империя. Наш РТС от этого не берёт сливы, потому что доллар ещё крепкий, более-менее. Как у тебя дела на смарт-логе? Ну, как, пишу. Рейтинг растёт? Нет, ну, рейтинг у меня не растёт, если брать лично мой блог, допустим, да. Потому что я пишу, все же мы решили писать больше с блога компаний, создавать, да. А я как бы просто как блогер, как часть на лицо там. А на кого? Могу писать, да. Но если я буду писать, то это будет, скорее всего, что-то таких коротких постов, именно как постов. И, возможно, это будет больше по прикладным каким-то вещам. Твит-посты? Да, твит-посты, но и по прикладным каким-то вещам. Ну вот, а на кого вообще стоит внимание обратить? Представь, ты новичок, первый день на рынке, приходишь на смарт-лаб, там много тысяч людей. Какие посты стоит читать? Посты, ой, я сейчас не скажу, потому что много людей. Я вообще читаю выборочно, ну как авторов много, всех с ним перечислишь. Я обычно читаю часто первый абзац, ну как зачастую заголовок, темы, которые меня интересуют. Новости я люблю читать почти все. А потом уже по мере того, как первый абзац, ну как часто люди делают. А потом уже дочитываю все остальное. Ну я, допустим, не читаю комментарии по рынку часто, которые именно как комментарии. Да, потому что, ну их много там было. Да, вот, мне интересует что-то такое не совсем стандартное, или там, скажем так, какой-то сторонний взгляд, или альтернативный взгляд, или там. Ну вот, что-то такое более уникальное. А вот понятно, что там много материала эмоционального такого, но смарт-лаб, он как бы большой и, соответственно, болеет болезнями всех больших. То есть становится людей много и его клонят чуть-чуть в сторону. Да, сейчас очень много жалоб по поводу, что много, скажем так, жуков там всяких. Что много ругатни, много эмоциональности, много вот этих вещей, они как бы набирают большие плюсы. Какие-то серьезные там не набирают. Они как бы уходят вниз. Ну как ты относишься к позитивным видео с Герчиком или с Эдуардом Ланчевым? Честно, я Герчика не смотрю никогда, ни разу. Не мотивирует. Я, на самом деле, не совсем в курсе всего ажиотажа по поводу Герчика. Потому что, честно говоря, я просто не интересовался. Никогда. Да, я знаю, что персона что-то там читал, но это так, поверсится. Но именно вот, чтобы я интересовался на это не разу. Ну, я говорю тут не то, что Герчик плохой или хороший. Просто мне это было неинтересно, мне не нужны семинары. Меня интересуют именно новости, именно события. А кто кого как учит и кто кого преподает, меня это мало интересовало. То есть ты считаешь, что это агрегатор, куда стекается информация, интересно? Ну да, да. Смартлаву я отношусь именно так. Я не пытаюсь у кого-то что-то... Скажем, учиться я пытаюсь у рынка, а не у смартлава. Ну, ты же не пытаешься у рынка учиться. Ты же только что сказал, что немножко стынулся в деятельности. Нет. Рынок... Я, скажем так, сделал пока паузу, потому что я хочу понять, что будет дальше происходить. Но это не значит, что я вышел из торговли. По мелочи-то я, конечно, там приторговываю, но это по мелочи. То есть это не серьезные такие движения. Пока это, скажем так, на уровне баловства. А что будет с нашим фондовым рынком с точки зрения объемов индустрии, интересов бумаг? Мы что, все уходим уже на американский рынок? Нет, почему? Наш рынок может будет дальше жить, но просто мы можем долго стоять в таком застое. Потому что, ну, всему этому есть фундаментальные причины. Вот хотели Москву сделать финансовым центром, но не получилось. Не получилось, потому что кроме слов там дело не пошло. Ну, я же сказал, что, во-первых, компании стали в других местах размещаться. Во-вторых, вот приватизация. Непонятно, что с ней будет сейчас происходить, да? Ну, нет ответа. То есть будут делать, не будут делать. Ну, вот Сечин сегодня сказал, что Роснец на год откладывается приватизация. Ну, они постоянно откладывают. Ну, и, грубо говоря, я слышал как-то мнение одного из западников, ну, в смысле из-за бугра. Он так и сказал, что я, говорит, пока на Россию не смотрю, пока я не пойму, что будет с приватизацией. Потому что, ну, нельзя постоянно объявлять и постоянно их менять. Объявлять и отменять. То есть есть как бы доверие, а как бы оно нужно, да? Деньги, может, и хотят войти, но просто они ждут. Они ждут ответов. И, с другой стороны, шаршальный и спекулятивный капитал. Ну, не секрет, наверное, что сейчас там есть спектренный протекционизм тех же США по отношению к деньгам. То есть они пытаются защитить капитал, чтобы у них меньше был отток. Страдаем же не только Россия, да? Тот же все развивающиеся рынки, более-менее, страдают. Хорошо. Россия сейчас вводит эксплуатацию РЛС, небо. Такие, которые могут стекать объекты на территории Европы достаточно рано. В принципе, меняется баланс сил какой-то геополитической, военной в нашу пользу. Как-то Запад может влиять через оттоки, притоки, сбросы негатива? А по РЛС, ну, смотрите, как бы, Союз развалился от больших расходов на оборонку, да? Я тут, возможно, чуть-чуть соглашусь с Кудриным, да? Но Рогозин, конечно, говорит, если так прислушиваться к нему о достаточно толковой вещи, да, что нужно, как бы, строить оборонку, что это будет, там, научный этот. Но у нас демография. Мы к 40-му году, к 50-му, скатимся до населения 90-100 миллионов, да? И, грубо говоря, при населении меньше 100 миллионов, о какой-то империи будет сложно говорить. То есть Западу даже не надо с нами ничего делать, ему просто надо сидеть и ждать, пока мы сами просто будем рождаться. Что мы успешно сейчас делаем? Давайте посмотрим, вот, к примеру, власть говорит, что у нас рождаемость повысилась, да? Все очень просто. Сейчас мамы, грубо говоря, в текущий момент, это девушки, которые в 1986-1987 год, да, к примеру. И там был пик рождаемости. Их там родилось, ну, вообще, людей там, сколько там, 2,5 миллиона. Я, допустим, 80-го года, нас родилось там 2 миллиона 200. Сейчас рождает, вот, 87-й год, вот этот пиковый, он рожает по миллиону 800. То есть поколение, которых 2,5-4, рождает миллион 800. Потом девяностники, их миллион 200, миллион 300, миллион 400, они будут вообще только по миллиону рожать. Понимаете? И как бы демография, она рухнет просто. Мы понимаем, а что тогда мы тут делаем? Вот, почему вы здесь делаете, почему вы не намылись уже и на Запад? А зачем? Зачем нет? Как бы тут есть, скажем так, вообще в мире есть 3 цивилизации. Говорят же, есть русская цивилизация, условно говоря. Скажем так, Запад это индивидуализм чистый. Восток это общество, то есть где личность никто, а главное общество. Россия это как раз баланс, где есть и дух, и ты, и все на свете. То есть в этом плане, как бы, именно, скажем так, я бы хотел находиться вот в этой, скажем так, ментальности, а не в той. Да, можно ездить, но ментальность нам нужна вот такая. Скажем так, нет у нас, к сожалению, славянофилов, к примеру, в стране, но, надеюсь, они когда-нибудь появятся. Что у нас? Надеюсь. Да, которые будут именно, вот тот же самый вектор, который сделала, допустим, Украина. Да, там Украина ушла, она пытается там войти в Европу, да, но это же не меняет сути Украины, то, что она будет открыть. ПРИКИ